МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня в выпуске. Гибель солдата в мирное время. 22-летний военнослужащий срочной службы Тимур Перметов трагически погиб в Карагандинской войсковой части. Новая автомобильная дорога не позволяет скоту нормально пастись. Жители Тимиртау требуют сделать скотопрогонный участок. Главное отличие нового учебного года – это отсутствие каких-либо новшеств. Об этом стало известно на очередном августовском совещании работников образования Карагандинской области. В Караганде погиб военнослужащий Национальной гвардии. Как сообщили на брифинге представителей Национальной гвардии, 23 августа около 8 часов 30 минут скончался военнослужащий срочной службы воинской части 54-51 рядовой Перметов Тимур Фахреддинович 1995 года рождения, призванный из Шимкента. На брифинге рассказали обстоятельства несчастного случая. В этот день в войсковой части 54-51 проводились мероприятия по проверке боевой готовности военной техники. Водитель автомашины с прицепом «Урал» рядовой Тимур Перметов после совершения маневра на плацу отцепил прицеп от автомобиля. В это время прицеп, находящийся под наклоном, внезапно сорвался с места и прижал стоящего между прицепом и автомашиной военнослужащего, причинив ему серьезную травму. Принятыми мерами военнослужащему была оказана первая медицинская помощь. Он был доставлен в первую городскую больницу Караганды. Около 8 часов 30 минут рядовой Тимур Перметов, не приходя в сознание, скончался в больнице. В настоящее время назначено служебное расследование. Оказывается, необходимая помощь родным и близким солдата. Когда оказалось, в связи снялся ненадежный, он не докрутил рычаг стоящего тормоза, не убедившись в том, что стоящий тормоз надежный, держит прицеп, он подошел к сцепление разъединил, в результате чего прицеп под наклоном скатился и было осуществлено сдавление. Военнослужащим управлением по Карагандинскому региону проводится работа следственно-оперативной группы. В части проводятся мероприятия по подготовке к вывозу тела погибшего нашего сослуживца на родину. Командование, главнокомандование национальной гвардии и весь листов национальной гвардии оскорбит и приносит искреннее соболезнование по поводу гибели нашего сослуживца, нашего товарища. Новая автомобильная дорога не позволяет скоту нормально пастись. Такое заявление сделали жители Тимиртау, владельцы крупного рогатого скота. Представители КАЗ Автожола в свою очередь заявляют, что если бы эти жители принимали участие в общественных слушаниях, то этого конфликта удалось бы избежать. Все подробности в нашем репортаже. Вера Николаевна Гусельникова живет в этом районе Тимиртау с 80-го года. Район этот относит название «Соцгород». В основном здесь частные дома. Многие горожане держат скотину. В прошлом году закончился капитальный ремонт объездной автодороги. Дорожное полотно подняли, движение разделили металлическим заграждением. И тут выяснилось, что животные больше не смогут перейти дорогу. Если до ремонта было два скотопрогонных участка, то сейчас ни одного. Самое интересное, что официально пастбище находится именно с другой стороны дороги. У нас земли находятся с той стороны. И там, и эти, как говорится, пастбище. Делом разрушили, да? Да, вдоль дороги наши пастбище, вдоль дороги. Здесь от этого, от горсполкома ходили, у нас документы есть, что наша территория там за дорогой. Эти дороги, эти вот площади, они уже размечены. Тоже уже стройка идет. Нам некуда, вы понимаете, вы видите, какие поля. Вообще, ну ладно, еще мы пасем в этом году, еще можно как-то где-то перейти. Нам нужен прогон. Что касается земли по эту сторону дороги, то на сегодня все эти площади выкуплены. Согласно генеральному плану развития Тимиртау, именно здесь в будущем появятся новые жилые дома и сопутствующая инфраструктура. Уже сегодня здесь часто ездит техника, так что травы практически не осталось. Возмущенные жители заявляют, что достаточно было сделать один скотопрогонный участок и все остались бы довольны. Во время ремонта автомобильной трассы Астана-Тимиртау чиновники не раз заявляли, что вдоль всей дороги устанавливаются безопасные прогонные участки, проходящие под дорогой. Вы только об этом участке забыли. Ну, почему у нас, когда делается что-то одно хорошее, тут же лепится что-то плохое. Неужели нельзя было сориентироваться на том, что если знаки есть, и сейчас государство дает подъемные деньги на то, чтобы молодые семьи, и кто хочет иметь скотину, может брать подъемные и заниматься скотоводством. Развивать даже. Да, развивать скотоводство. А у нас получается так, что мы уже чуть не резать начали всю свою скотину. Потому что кормить, чтобы каждый раз покупать сено без выгона на стадо, это же убыток семье. На встречу с возмущенными тимиртаусцами приехал заместитель директора Карагандинского областного филиала Казавтожол. Это предприятие, которое и занималось ремонтом автодороги, а сегодня занимается его обслуживанием. Игорь Гавтон заявил, что проблемы бы не возникло, если бы эти горожане посетили общественные слушания. Если бы люди участвовали в общественных слушаниях, и они бы сказали, что нам предусмотреть здесь, это было бы учить. Что касается нынешней ситуации, дорожники предлагают городским властям договориться с командованием войсковой части, расположенной неподалеку. Чтобы они договорились с акиматом города Темиртау, чтобы они решили вопрос прогона именно скота мимо воинской части. Потому что воинская часть там не разрешает. То есть к ним есть заезд, к ним есть склад охранный. И нужно просто акимату города Темиртау решить этот вопрос. И люди могут... Это скотина. Ее можно хоть три километра гнать. Какая разница? И там можно будет в трубу, как говорится, пропускать водопропускную трубу. Представитель Казавтожола напрямую заявил, что новый скотопрогон на действующем участке дороги никто делать не будет. Жители Темиртау не намерены ограничиваться лишь заявлениями в прессу. Они намерены обратиться во властные структуры вплоть до Астаны. Мы будем писать в Астану. Будем выходить на другие общественные каналы. Потому что мы живем этим. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинка, натравившая Ротвейлера на мужчину, признала свою вину. Нападение собаки произошло вечером 14 июля на проспекте Строителей. 23-летний Роман Корнейчук вместе с женой и маленькой дочкой гуляли на улице. На встречу семье шла женщина, а рядом с ней большая собака породы Ротвейлер. Животное подбежало к ребенку, обнюхало его. Испуганный отец сделал замечание хозяйки пса. Возник конфликт, а дальше женщина, как выяснилось позже, находившаяся в алкогольном опьянении, натравила собаку на мужчину. Роман получил множественные травмы рук. Начальник отдела прокуратуры района имени Казбек-Би Чингис Нардаулетов рассказал, что устное заявление было зарегистрировано 23 июля. Женщина признала свою вину и раскаялась. Согласно уголовному кодексу подсудимой грозит наказание до трех лет лишения свободы. Есть также и альтернативное наказание – штраф, ограничение свободы и исправительные работы. Выбор наказания остается за судом. Преступление было квалифицировано по статье 107 части 2 пункта 5 уголовного кодекса «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений». Женщина признала свою вину и чистосердечно раскаялась. Дело было окончено в ускоренном порядке. День и жара Хатангельтру. Субтитры создавал DimaTorzok К другим новостям. Главное отличие нового учебного года это отсутствие каких-либо новшеств в образовательной системе. Такое заявление высказал представитель Министерства образования Булатпек Абдрасилов на областной августовской конференции. По традиции на ней подвели итоги прошедшего учебного года и обсудили задачи, которые стоят перед системой образования. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов отметил, что следующий год будет для региона годом образования. Делегаты конференции также обсудили наиболее актуальные вопросы развития инклюзивного обучения, инновационной деятельности, пополнения педагогических кадров и трехязычия. Главные концептуальные решения, которые были приняты в прошлом году, наша позиция Министерства, все те решения, которые были в прошлом году приняты, в этом году без серьезных новшеств мы должны будем реализовывать уже непосредственно практики педагогической работы. Задача этого года и следующего года довести все начатое до логического завершения. Ежегодно это событие объединяет педагогическую общественность области в поисках передовых идей и проектов, позволяет делиться опытом с коллегами, выносить на обсуждение самые актуальные вопросы и подводить итоги прошедшего учебного года. Открыл конференцию глава региона Ерлан Кушанов, который в своем приветственном слове поздравил педагогических работников с началом нового учебного года. Формат нашей встречи дает прекрасную возможность для обсуждения актуального вопроса образования и принятия необходимых решений. И я с огромным уважением и трепетом отношусь к педагогам, так как сам вырос в семье педагогов и быть педагогом это очень ответственно. сложно, но в то же время почетно. В зале Дворца культуры горняков собрались педагоги и руководители образования со всех уголков региона. Приехали гости из столицы. Совещание транслировалось в онлайн режиме, благодаря чему ее участниками стали более пяти тысяч человек. По словам главного учителя области, в регионе ведется активная работа в сфере дошкольного образования. Уже к 2019 году все дети от трех до шести лет получат возможность посещать детские сады. Также поднимался вопрос отдаленных школ. Здесь перед нами стоит задача к 2019 году обеспечить стопроцентную охладу школьного образования детей в возрасте от трех до шести лет. И основной акцент мы делаем на развитии сети частных детских садов, в том числе по механизму государственного частного партнерства. Так, до конца года мы на 95% снимем вопрос подключения школ к широкополосному интернету. Для этого отдаленные школы будут подключены к ШПД через спутниковый канал. В рамках проекта «Долимленд» цифровым образовательным ресурсом, а значит лучшим видеоуроком, электронным учебником, методическим пособием на трех языках подключены все школы области. Количество лабораторий робототехники увеличилось с 47 до 200. Это и активное использование в учебном процессе системы элементов позволило нашей области второй год подряд занимать лидирующие позиции в международных соревнованиях по робототехнике. Следующий год в Карагандинской области объявлен годом образования. Впервые будут из бюджета выделены значительные средства на ремонт школ и садов. В этом году на эти цели выделено почти 5 миллиардов тенге, на которые удалось отремонтировать 100 организаций образования. Однако, несмотря на значительное финансирование, проблемы с кровлей, деревянными окнами и текущими трубами еще не решены полностью. Выделяемые деньги на ремонт школ недостаточно. В этом году мы основной акцент сделали на ремонт автомобильных дорог. ну и школы не забывали. Но в следующий год у нас будет акцент на ремонт школ. Будет увеличено финансирование в сфере образования. Именно в первую очередь в 2018 году будем решать вопросы по ремонту крови и замене блоков. о том. И затем в последующие годы система одобрения, затем посады будем в порядок приводить и благоустройство территории. Также в следующем году по поручению главы Карагандинской области в малых городах и районах планируется приобрести школьные автобусы. Ученикам не придется в слякоти морозы пешком добираться до единственной школы в поселке. Глава региона также потребовала обеспечить безопасный и комфортный подвоз детей из отдаленных населенных пунктов. Я вот хотел обратиться к Акимам нашим. Нельзя ограничиваться только установкой партуса. Необходимо предусмотреть установку тактильных плит, приобретение функциональных парт. Я изучал этот вопрос. Я вам говорил об этом. И особое внимание надо уделить, вы об этом говорили, выделению штатных единиц дежиптологов и благопедов. Кроме того, Акимобласти поручил внедрить электронную запись в первый класс по опыту внедрения электронной очереди в детский сад. По мнению Ярлана Кошанова, это позволит родителям сэкономить время и снизить нагрузку на школу. С этого учебного года в некоторых школах Карагандинской области в рамках проекта «Борьба за таланты» откроются кабинеты интеллектуальных игр «Интеллектум». Также урок футбола станет обязательным в расписании карагандинских школьников. Его цель была привлечение детей и их родителей к занятиям массовым спортом. В основном это был футбол. В нашей области внедряются больше всего образовательных новшеств по республике и довольно успешно. Например, по проекту «Айкен» школьники Карагандинской области по итогам четверти будут сдавать тестирование. С этого учебного года будут поощрять учителей, подготовивших победителей и призеров Олимпиад и соревнований республиканского и международного масштаба. В завершении конференции по традиции наградили педагогов, внесших вклад в развитие отрасли. Они стали обладателями медалей и грамот. Также на конференции чествовали молодых специалистов и им вручили памятные подарки. Молодые педагоги, поехавшие с дипломом в село, не скрывали своей радости. Я поехала работать в свою школу учителем математики. И такой подарок со стороны государства нас больше вдохновляет. Нас сегодня наградили. Это хорошее начало. Нам всем подарили ноутбуки. Хочу и за это спасибо сказать. В фойе Дворца Горняков была представлена выставка инновационной техники учебных заведений, которую посетил и глава региона. Там были представлены роботы, сделанные школьниками и многое другое. Стоит отметить, что учебный год в этом году начнется 2 сентября. Фариза Албаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Утаусском районе Карагандинской области ликвидируют степные пожары. Специалисты противопожарной службы отмечают, что жаркая, засушливая погода способствует возникновению возгораний и быстрому их распространению до значительных размеров. 20 августа в Амангельдинском сельском округе произошло возгорание сухой травы. Площадь пожара составила примерно 41 гектар. В этот же день в Жангельдинском сельском округе огонь уничтожил примерно 45 гектаров степи. 22 августа в 35 километрах западнее от села Актаз произошло горение сухой травы. Пожары были ликвидированы силами добровольных противопожарных формирований, созданных в населенных пунктах. Работу пожарным затрудняла труднодоступная местность, жаркая и засушливая погода, а также переменчивый ветер. То есть, если в прошлом году неосторожно брошенный окурок мог сам по себе потухнуть, то в этом году уже такого не происходит, потому что погодные условия способствуют, что даже простейший окурок или непотушенная спичка приводит к значительным пожарам, значительным размерам и материальному ущербу. По сути дела, пожары, все это зависит от человека. То есть, без человеческого присутствия, ну, буквально менее 10% проходит без присутствия человека. Это сухие грозы, там, допустим, оставлены какое-то определенное время большое количество бутылок, которые при оптическом, допустим, преломлении приводят к тому, что получается принцип линзы и приводит к возгоранию. Но это в редких случаях. С начала года на территории Карагандинской области зарегистрировано свыше 300 пожаров. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области вновь напоминает жителям о соблюдении правил пожарной безопасности. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде проходят очередные соревнования среди специалистов-кинологов по многоборию со служебными собаками. Организаторы считают, что такие мероприятия являются хорошим стимулом для совершенствования кинологических служб. В соревнованиях принимает участие восемь команд из разных регионов Казахстана. Павел Гудым с детства мечтал стать кинологом и сейчас не жалеет в выборе профессии. Проходил обучение в учебном центре национальной гвардии в поселке Каракемир. Занимается всего полгода, но за такой короткий срок уже достиг многого. У нас как? У нас РОВД нас однажды просила, чтобы оказались содействия в розыске раскрытия преступлений. Раскрыли. Начали нашли. В итоге получается ограбоченный рейтинг. Данные соревнования проходят со времен Советского Союза, когда еще существовали внутренние войска МВД СССР. Когда наша страна обрела независимость, состязания вошли в эпоху современного Казахстана. С 2000 года турнир между кинологами проводится на первенство войск и на первенство войсковых частей. Во время состязаний в этом году кинологам и их четвероногим друзьям приходилось досматривать транспорт на наличие наркотических средств, обыскивать людей, а также выполнять специальные нормативы. Здесь у нас представлены специалисты-кинологи по розыскной службе, наркоразыскной и минно-розыскной службе. При проведении соревнований выполняются следующие нормативы. Это досмотр транспорта по поиску взрывчатых веществ, наркотических средств. Основное предназначение розыскной службы это работа по следу, задержание вооруженного преступника, обыск объекта, досмотр транспорта. Наркоразыскную службу мы проверяем по приему досмотра автомобиля, досмотра багажа, обыск человека. Участники соревновались не только за звание лучшего, но и на самого смелого, а также ловкого и оперативного. Всего принимали участие восемь команд из разных городов Казахстана. Соревнования пройдут на протяжении пяти дней. 25 августа состоится кульминация состязаний. Тогда и станут известны имена победителей. Нагрозят как кинологов, так и их питомцев. Лучшим вручат грамоты, медали и ценные подарки. Осель Сазамбаева, Тулеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Поселок Топар на два дня стал молодежной столицей Карагандинской области. Десятки молодых людей собрались на выездной слет форум Ассамблей народа Казахстана. На различных мастер-классах участников обучали методам разрешения конфликтов, а также способом реализации собственных социальных проектов. Вида Гречуты уроженка Абайского района, где и прошел выездной форум молодежи. Работает вида учителем в средней школе. Кроме того, молодой педагог является членом Координационного Совета Молодежи областной Ассамблеи народа Казахстана. И потому есть знакомые трудности, с которым приходится сталкиваться практически всем молодым людям при разработке и реализации различных социальных проектов. Причем большинство из этих проектов остаются неизвестные жителям области. Мы собрались для того, чтобы научить молодежь в первую очередь своим личным примером показывать развитие какой-то социальной жизни, участвовать в развитии города, общества в целом, района, области. Это уникальная площадка диалоговая, где те, кто уже имеет успех в развитии каких-то проектов, они могут поделиться. Те ребята молодые являются может быть возможно студентами или только планируют поступление в вуз или работают, но у них есть какие-то идеи, они тоже у них есть возможность высказаться и быть услышанным. Под единым шанраком именно так решили организаторы назвать этот слет форум молодежи. Первый день был полностью посвящен мастер-классам по различным темам. Это и конфликтология, и медиация, в общем все то, что позволит молодым людям успешно общаться со своими сверстниками, в том числе и с недоброжелателями. Это же замечательно, что тебя высмеяли, значит тебя заметят. Что тебе присвоили какую-то кличку, значит тебя отличили от других. Ты популярен, это замечательно. Ты теперь будешь бороться, чтобы эта кличка привык к тебе отлить. Это же стимул для движения. Всегда идите навстречу тем, кто вас осмеливает. Всегда благодарите их, благодарите тех, кто вас критикует, кто вас ругает, кто вас не любит. Трижды идите к ним, четырежды идите к ним, потому что именно они укажут вам правильный путь. Более 30 участников со всех регионов области в течение двух дней обсуждали консолидацию молодежи Каргандинской области для реализации целей и задач, поставленных главой государства в программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Организаторы подготовили насыщенную программу. Ну и очень много тематических игр, разного рода коммуникативных, тимбилдинг программ, которые в принципе были изначально от потребности нашей молодежи, от их существующих проблем, поэтому все это здесь будет оговорено, они будут участвовать во всех этих проектах, во всех этих мастер-классах. Во второй день запланирована презентация нового органа – Координационного совета молодежи областной ассамблеи. Организаторы заявили, что не случайно слет в форум решено было провести на выезде. По их мнению, именно здесь, на природе, вдали от городской суеты, молодежь лучше проявит свои коммуникативные способности и лучше впитает весь предложенный материал. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И еще об одном. Компания Караганды-СУ сообщает, что 24 августа будут производиться работы по воду в эксплуатацию нового участка водопровода. В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды в некоторые районы города. Список улиц вы видите на экране. Компания Караганды-СУ рекомендует жителям иметь суточный запас питьевой воды. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова